Двое детей в Нижегородской области заболели после укуса клещей. Один ребенок зародился клещевым энцефалитом в Кировской области, а у другого выявили баррелиоз на Бару. Всего, по данным, на 24 июня в регионе выявили 187 зараженных паразитов. За медицинскую помощь после укусов обратились более 4000 жителей. Основная мера профилактики опасных болезней, которые переносят клещи, вакцинация. Прививку нужно повторять каждые три года. Защитить от энцефалита может и иммуноглобулин. Его вводят после укуса клеща. Впрочем, прежде чем получить дозу препарата, клеща нужно исследовать. Его вводят, действительно, в случае присоснования клеща. Но, надо понимать, что это может произойти неоднократно за лето. И, конечно, вводить такие серьезные препараты каждую неделю не есть полезным для здоровья. Соответственно, рекомендуем сначала сделать исследование клеща. И только если он положительный, то в этом случае, именно на антиген клещевого энцефалита, в этом случае провести профилактику. Своевременное исследование клеща поможет защитить от переносимых им инфекций и свести вероятность осложнений к минимуму. Если у вас нет возможности сдать паразиты на анализ, необходимо внимательно наблюдать за своим состоянием. Помимо энцефалита и баррелиоза, клещи переносят и другие заболевания. В регионе уже выявили 10 паразитов с анаплазмозом и 13 с эрлихиозом. Любые недомогания в первое время после укуса – повод обратиться к специалисту. Следите за собой в течение трех недель, измеряйте температуру утром и вечером, потому что инкубационный период в основных клещевых инфекциях составляет три недели. И вот в течение трех недель появление симптоматики подобной ОРВИ, надо обязательно врачу сказать, что был факт председатель. Исследовать клеща на инфекции можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Сарова. Клещи принимают с 8 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней по адресу улица Духова, дом 22, телефон 77162.